Краснодар фактически миллионник. Население города за несколько лет заметно увеличилось. Ответственно растет и нагрузка на все образовательные учреждения. Десятки тысяч мест нужны поколению юных краснодарцев, чтобы ликвидировать очередь в ясли в детских садах и перевести школьников в первую смену. Есть ли выходы? Как краевая столица собирается решать сложную задачу? Расскажем далее. Детский сад «Карандаш» нарисовал густонаселенному району Краснодара радужные перспективы. Теперь родителям есть куда отдать своих детей на воспитание. Детский сад возвел инвестор по самым современным стандартам, а потом униципалитет выкупил объект. Нам безумно нравятся наши площадки, очень обустроены. С детками занимаются, регулярно проводят занятия. Мы очень доволен нашим садиком. Однако далеко не каждый район кубанской столицы может похвастаться достаточным количеством детсадов. Если так называемую актуальную очередь ликвидировали, то ясельно, это там, где дети до трех лет, остается. Особенно ощутима проблема в микрорайонах, которые сейчас интенсивно развиваются. Скажите, пожалуйста, какое это предложение по интонации? Не менее остро для молодых микрорайонов стоит и школьный вопрос. Все больше россиян выбирают местом жительства Краснодар, а вот количество парт увеличивается не так быстро. Чтобы ликвидировать вторую смену, а именно такую задачу ставит президент, городу требуется 40 тысяч новых школьных мест. В муниципальном департаменте образования разработали спецпрограмму, которая позволит выполнить поручения главы государства. Этот план-график предполагает реализацию поручения президента по ликвидации второй смены до 2025 года. В рамках этого плана-графика определены свободные земельные участки для строительства новых школ. Участки есть, а денег, чтобы возводить школы в городской казне не хватает. Одно учебное заведение обходится почти в миллиард рублей. Это одна пятая всех средств, которые бюджет тратит на образование. В 200 миллионов рублей обходится возведение или выкуп одного детского сада. При этом необходимость в местах для школьников и совсем юных краснодарцев идет на тысячи. Решение проблемы эксперты видят в увеличении муниципального бюджета и активном привлечении города для участия в федеральных программах. А для этого нужно продвигать интересы Краснодара на государственном уровне. Илья Морецкая, телекомпания «Краснодар».